Он жив! Ребята, он жив! Всем здорова! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобой продолжаем смотреть Скибиди Туалет. И, ребятки, у нас 67 серия, при том, часть первая. Всем и желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Не забудь поставить свой жирненький царский лайк, а также залетай в Телеграм. Это очень-очень важно. Погнали! Сейчас мы поглядим, конечно, что же. Ох, блин. Опять эти полицейские! Все. Минус. Хотя его не подбили. Ранили. Что за... Ух, ё-моё! Он жив! Ребята, он жив! Хорош! Хорош! Они живы, ребята! Хоть и ранены, но... А вот и ученые, ребята. Блин! Это просто, вот знаешь, на самом интересном, на самом интересном, что же там дальше будет, блин! То есть, ТВ-мэна пока что нет, я так понимаю, он должен, должен им будет помочь. Это по-любому. Что мы с тобой видим? Тут капец, просто какой-то апокалипсис. Погляди, все горит нафиг. Бегут. Братишки. Слушай, ну прям, что это такое? Это же писсуары или что это за... Какие-то гигантские прям... Ну это жесть. Вот это, конечно, новое вот их оружие с кислотой. Это ужас. Это ужас. Это по-любому тоже какой-то ютубер может быть. Отсылочка, понимаешь? Потому что нестандартный из Гаррис Мода. Хорош, Пикер. А ты лещи пощечины, это капец. Ох, блин. Ребят, это имба. Это имба. Ну что же там в следующей серии будет? Я даже не знаю, ребятки. Ладно, пойдем мы, ребят, поглядим разборчик от Фордова. Вот, на 66 серию. Погнали, ребят. Ссылочка на оригинал будет в описании, ребятки. Погнали. Вот и вышла новая серия с KBD Toilet. На этот раз мы ее ждали 12 дней. Но оно того стоило. Эпизод начинает раскрывать нам тайну ТВ-менов. И длится целых 3 минуты. Но перед тем, как начать, прошу подписаться на мой канал. Ведь только одна треть смотрит меня с подпиской. И еще, у меня есть телеграм, где я публикую новости по KBD Toilet. Ссылка будет в описании. Также, если это видео наберет 30 тысяч лайков, то я буду очень рад. Начинается все с показа боев между скибедистами и агентами. Все вокруг находится в огне. Ведь бои идут нешуточные. Агентам даже пришлось применить тяжелое вооружение. Такое, как ракеты. И даже изобрели новые вертолеты камераменов. Один из таких после выстрела ракетами сразу же сбивают. Кстати, в начальной сцене мы видим, как возле проезжает спикермен на унитазе. Возможно, это отсылка на спикермена-наездника из далекой серии. Наш оператор стреляет по одному из скибедистов из пушки. После чего прячется обратно за укрытие, где он находится не один, а с напарником. Тут ему на планшет приходит сообщение, где видно, что Джимейн и ученый одолели Титанов. Но мне кажется, что данное сообщение ложь. Почему именно так? Мне это уже кажется, что фейк. Кстати, тут можно заметить зеленое свечение, которое исчезает. А это значит, что Дафак уже тут и наблюдает за битвой. После увиденного, он роняет планшет. И камераменов начинает трясти, но не из-за страха, а из-за ярости. Они все бросают оружие и уже с кулаками бегут на скибедистов. Оператор накидывается на одного и начинает его мутузить. После чего, кто-то дает ему нож, и он заканчивает со скибедистом. А нож ему подал сам Дафак. Это понятно после того, как он исчезает, когда оператор смотрит в ту сторону. Оператор бежит дальше, но из огня появляется большой скибедист с ракетами. Как тут, на него напрыгивает. Сначала спикер Вумен, а потом и красный спикер Мен. Наш оператор понимает, что тут они справятся и бежит дальше. Где его уже встречает скибедист-вертолет. Но ему в глаз пролетает дротик. Тут появляется камера Вумен. Она в своем боевом режиме просто уничтожает всех скибедистов на пути. Оператор уже почти добрался до ангара, но путь ему прерождает скибедист-паук с пулеметом. В него прилетает скибедист-вертолет, который был под управлением Тиви Вумен. И вот, все три девушки впервые в сборе. Наш оператор поднимает раненого спикер Мена. После чего, появляется красный спикер Мен. Но все рано расслабились. Скибедист с длинными ногами выходит из засады и уже готов уничтожить всех агентов, которые собрались в кучу. Но все два лазера ему уничтожает кто-то на большой скорости. И я думаю, уже все догадались, кто это сделал. Скибедист делает мемное выражение лица и проигрывает. А к нам спускается Вантус. Спикер Вумен ему хлопает, а камера Вумен показывает целых два пальца вверх. Но одна лишь Тиви Вумен чем-то недовольна и даже махает головой. Может быть ей не понравилось, как Вантус понтуется перед ними. А возможно, она сама могла с легкостью взять под контроль того скибедиста. Но просто не успела. Вантус приветствует красного спикер Мена. И становится понятно, что они как минимум друзья. Или просто уважают друг друга. Учитывая какой у красного спикер Мена характер. И как он даже руки не хочет подавать обычным агентам. Становится понятно, что у Вантуса есть сильное уважение среди всех агентов. Всю идиллию прерывает новое нападение скибедистов. Которых явно телепортировали сюда. С помощью технологии Тиви Менов. Ведь появился черный туман. Но на этот раз их слишком много. И все агенты стали отступать. Тиви Вумен схватила своих подруг. И с надписью УВУ на экране телепортировала их отсюда. Появляется Тиви Мен. Который скорее всего телепортировался к данному месту. И говорит реверсом Вантусу. Гет аут, идиот. Что можно перевести как. Убирайся отсюда, идиот. Скорее всего Вантус хотел продолжить. Нормально. Скибеди флэша. Также видно, что Тиви Мен буквально его гипотизирует. Возможно он думает, что по другому Вантус просто не отступит. Когда Вантус все таки улетает. Тиви Мен телепортирует красного спикермена. Самых главных персонажей спасли. Остались агенты. Которые забегают. Бедный. Около которого присел большой Тиви Мен. Он был нам показан, когда ослепил скибедистов в далекой серии. Данный Тиви Мен из размеров, видимо может телепортировать большие объекты, такие как контейнер. И ему будет легче, если все заберутся в него. Наш аберратор добегает, но последний камермен не успел. Его хватает второй гибрид и отпиливает ему камеру. Его пытается ослепить Тиви Мен гигант. Но скибедист одевает специальные очки. И Тиви Мен говорит. Лохи Сайз. Что переводится как. Закрыл свои глаза. После чего двери закрываются. И по звуку понятно, что контейнер телепортирует. Но не абы куда. А на базу Тиви Менов. Тиви Мен говорит всем выйти из контейнера. И становится понятно, что база очень странная. Ее архитектура явно создана не людьми. Тут уже присутствуют все персонажи, которых телепортировали. И они тоже в шоке от этого места. К оператору подходит ученый Тиви Мен. И говорит, что это останется их секретом. И при этом гипнотизирует агента. То есть оператор уже никому не сможет сообщить, что здесь происходит. В углу отодвигается конструкция. И оттуда светит яркий белый свет. И когда уже серия заканчивается. Голос задом наперед говорит. Релизми. Что можно перевести как. Выпускайте меня. Моя теория, что это говорит Тиви Мен Титан. И скорее всего он скоро ворвется в битву с новыми улучшениями. Серия очень интригующая. И даже само описание гласит. Начинается финальная битва. Видимо скоро начнутся очень главные события в сериале. А теперь перейдем к более подробному разбору серии. Почему же я сказал что-то фото. Где скипедисты полностью победили Титанов. Это фейк. Во-первых, перед ее появлением видны помехи. Как будто кто-то взломал все планшеты агентов. Во-вторых, на фото написаны слова, которые обычно произносят только скипедисты. А именно, три раза скипеди. В-третьих, Титаны хоть и пострадали после взрыва, но не настолько, чтобы не суметь улететь или убежать. Так что это фейк, которым скипедисты хотели задезморалить агентов. Но вышло совсем наоборот. Агенты стали только злее. Далее, о самом главном. Что происходит на базе Тиви-менов. И кто такой Тиви-мен ученый. Начну с очевидного. Что Тиви-мены, как будто не совсем рады появлению других агентов на их базе. И ученому пришлось даже гипнотизировать их. У самого ученого есть бейджик. На котором изображен телевизор. И непонятно, что написано. Но если перевернуть символы. То будет указан номер 067. Скорее всего, так зовут ученого. Или же это пасхалка на следующий 67 эпизод. Также, я обратил внимание на его телевизор. Он явно старее, чем у обычных Тиви-менов. Так как он меньше и есть антенна. Это значит, что он из самых старых Тиви-менов. И явно пользуется властью в этом месте. На базе Тиви-менов явно происходит что-то странное. Они что-то скрывают. Раз не хотят тут чужаков. И гипнотизируют всех, кто попал сюда. Думаю, скоро нам раскроют главную тайну Тиви-менов. А на этом все. Поставь лайк и напиши комментарий. Что думаешь о новой серии. Также я не смогу подписываться на мой канал. И на телеграм. Ребят, обязательно, обязательно подписывайтесь. Действительно, ставьте лайкосики. Блин, я даже не перебивал. Потому что реально интересно. Интересно это все. Я действительно не замечал. И вот эти вот антеночки тоже. Она тоже получается такая из разряда стареньких. Ладно. Ладно, ребят. Надеюсь, вам понравилось. Обязательно лайкосик. Телеграмщик. Бай-бай, дорогие братья. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...